Здравствуйте, с вами кандидат философских наук Александр Шадов, поэт, писатель, стример, там, ну, что еще можно сказать. В общем, сегодня мы будем с вами разбирать видео Сватеева, доктора физико-математических наук, члена корреспондента РАН, известного стримера, в общем-то, тоже известного, ведущего канала. Не помню, как канал называется, ну, короче, сейчас мы не с того канала будем вещать, вот канал про образование нас сейчас интересует. И на нем выложено большое 45-минутное видео, в общем-то, соответственно, сейчас будет реакция выложена немножко в другом виде, непривычном для вас, то есть это не вполне хайлайт. Я буду комментировать конкретно те моменты, которые, ну, непосредственно следует откомментировать, и все лишнее будет вырезано, так что приятного просмотра, друзья. Ну, начнем, пожалуй, с того, что первое его рассуждение о строительстве школы, о нехватке учителей, в принципе, вполне адекватно. Объяснение, почему уж учителя не идут в школы, тоже вполне адекватно. Непонятно, зачем на налоги наши тратятся на, соответственно, построение школ, назначение директоров, в то время как в школах никто не хочет туда, в общем-то, идти на одну ставку учителями. Здесь я, в принципе, Саватеева могу, в принципе, поддержать здраво, но мы сейчас, да, ну, вы, в общем, понимаете, да, продолжаем слушать, там у него будут, скорее всего, гениальные идеи дальше, гениальные проблемы. То есть, если бы сегодня мне дали руководить процессом образования, я бы, скрипя сердце, 20 из этих 30 отложил в долгий ящик, типа на несколько лет. Никого не хочу дразнить, но это вопрос ЕГЭ. Про вопросы речь идет, да, вот про вопрос ЕГЭ тоже, отложил бы их в долгий ящик, кстати. ЕГЭ. Я не буду решать вопрос ЕГЭ сегодня, потому что это не является самой насущной проблемой сегодняшней школы. Согласен. ЕГЭ это... Я бы даже сказал, что проблемой является. Любимая тема для болтологов на диванах. В том числе для самого Алексея Саватеева, кстати. Вот ЕГЭ, отмените ЕГЭ, все будет хорошо там, или еще что-нибудь там. Мы тоже не очень хорошо относимся к ЕГЭ, мягко говоря. Зря, зря. Говоря, там отношение в нашей команде к ЕГЭ, вот там нейтрального до резко отрицательного примерно в этом диапазоне. Но каждый из нас понимает, находясь вот в этой всей атмосфере сегодняшней, да, что это не то, за что надо сразу браться. Другая такая тема. Сущность, которая... Да, ЕГЭ неплохо было бы заменить только более хорошей, более объективной, да, и абсолютно вне коррупционной системы. Если мы посмотрим на то, что творится непосредственно... Творилось в школах до того, как возникла ЕГЭ, ну чё, коррупция, произвол. Чё хочешь, так и поступай. Учитель может уничтожить твою жизнь, там, не знаю, с самого начала. Учитель может начать тебя отравить, ставить тебе низкие оценки, если ты ему не понравишься. Учитель может вообще всё, что угодно сделать. Поссоришься с учителем, ну, можешь, как бы, уже не рассчитывать на аттестат, а там и на поступление, возможно, можешь уже не рассчитывать. ЕГЭ решает многие проблемы и, как бы, делает многие интересные решения. Короче, ЕГЭ в том виде, в каком оно появилось, оно в любом случае лучше, чем то, что было. Если решать проблему ЕГЭ, то только методом замены ЕГЭ более совершенной системой. ЕГЭ, безусловно, несовершенно, да, надо либо новые тесты создать, более хорошие, более качественные, либо какие-то другие методы, нейтральные, бесчеловеческие, желательно, да, чтобы в проверке знаний как можно меньше участвовало именно вот этих вот всяких человеков со своими мнениями, позициями, да, и чтобы это всё более унифицировано было, чтобы не было, опять же, такого, что вот у нас там один дядя Вася, который профессор вуза какого-нибудь Герцена, он там добрейший души человек и всем ставит пятёрки, а какая-нибудь тётя Света, конченая стерва, которая при поступлении в вуз будет ставить всем просто, безусловно, двойки, ну, в том же Герцена, допустим, я ни про кого сейчас не говорю, ни Вася, ни Света я там не знаю, но допустим, да, допустим, Вася добрый, Света дура, злая, агрессивная и просто вот всех хейтит. И, соответственно, оценки будут различаться. И, соответственно, те люди, которые попадут на сдачу экзамена к первому преподавателю, ну, они пройдут, а те, кто ко второму, они пойдут домой, так скажем, да. ЕГЭ решает и эту проблему неожиданно. В общем, ЕГЭ это не так уж и плохо. Вопрос только в качестве самих тестов. Да, к ним готовиться так или иначе приходится. Иногда даже вне школы. Ну, ну вот. Болонская система. Вот сейчас говорят, мы отменяем болонскую систему. Вроде как круто, да, мы были под пятой у Запада, и теперь мы не под пятой у Запада, да. Мы не можем быть в науке не под пятой, в кавычках, у Запада. Просто потому, что нам лично необходимы западные журналы, нам, нашим ученым, специалистам, необходимо признание на Западе. Ну, ну никак иначе. Понимаете, вот есть мировое научное сообщество. Наука сильна вот этим большим тотальным единством. Если вы выпадаете из вот этого научного процесса, мирового, вы идете, короче, опять же, домой. Ой, вы идете лесом. И, соответственно, ваша основная цель непосредственно оказаться, ну, в общем-то, во всей этой целостной большой мировой системе. Которая, да, англоязычная, которая, да, короче, в определенном образом рецензируемая. И, в том числе, в эту всю систему научную входит и так называемая баллонская система, потому что она позволяет плюс-минус унифицировать так или иначе специалистов. Позволяет, в общем-то, говорить о том, что вот человек прошел определенного рода образование, получил определенного рода степень. Это степень, ну, такого же уровня, как и, например, на Западе. И мы на протяжении последних 30 лет в образовании шли к приближению к Западу. В том числе, в рамках этой самой, так называемой, баллонской системы. Нам очень хотелось быть похожими на Запад. Чтобы и журналы научные, как на Западе, чтобы и, там, специалисты тоже, и на английском они все шпарили, и на английском они писали. И, помимо этого, еще и баллонская система, чтобы у нас была, эта баллонская система еще, чтобы превращала наши вот, наши прекрасные вот эти вот корочки, которые мы получаем в вузах, не просто в русские корочки, которые котируются только в России, но и котируются во всем мире. В общем, как-то вот так вот мечталось и пыталось все это сделать. Мы хотели это сделать на протяжении последних 30 лет. Обидно было бы, если бы мы вдруг пошли назад. Но я об этом уже много раз говорил. Да. Как, нужно радоваться всем, да, что мы теперь не подпитались. Не-не-не-не. Но, первое, дело не в том, как вы тут, как бы сказать, ну, как вы не садитесь, да, музыканты не годитесь. Как там баллонская система или есть специалитет, или еще какая-то система. В сегодняшних условиях, в, там, наверное... В сегодняшних условиях решает мировое сообщество. К счастью или к сожалению. И было бы странно выбирать какой-то отдельный путь. В 97% в вузах страны, ну, то есть где-то в 970, наверное, в вузах X1000 примерно, которые у нас есть, приходит контингент не... Он, в принципе, не способен никакому изучению ничего. Не обучаемый. Не обучаемый, он нулевой. Ну, понятно, да, то есть... Это влияние ЕГЭ? Это влияние ЕГЭ? Это не влияние ЕГЭ, это влияние всех реформ вместе, всех, вот, всех целиком. Да, влияние ЕГЭ, не обучаемый, о, господи, о, какой ужас. Учителя мы такие, о, боже, они не обучаемые, как, как, какое это... Может, учиться, научить надо учиться, наконец-то. Может, надо, как бы, заниматься правильной деятельностью, может, надо уметь заинтересовывать людей. Какие каноны этой самой обучаемости тоже выделить? Что вообще значит не обучаемые? Что вообще значит? Это вообще, в принципе, еще важно понимать, насколько всякий вот этот советский состав преподавателей, насколько он вообще хорош в педагогике. Ненасколько. Отвратительные педагоги. Вот почти любой советский педагог, ну, в смысле, педагог... Не в смысле человек с педагогическим образованием, потому что современные люди с педагогическим образованием, они разные довольно-таки бывают, и бывают довольно интересные, прогрессивные, умеющие пользоваться разными методиками. Я про педагога, который, там, не знаю, всю жизнь очень любил, там, химию, физику, математику. Ну, в случае Саватеева, это, конечно, не читается, он умеет нормально преподносить материал. Но это просто к вопросу, да. Большинство не умеет работать с публикой. Большинство не умеет объяснять. И при этом большинство такой учителей, да вот, вот, необучаемые дети пошли, необучаемые, как так, как так, пошли необучаемые дети. Это влияние того, что школа развалена, под ноль. И на сегодня это просто, ну, здание и имитация. Ну, и есть отдельный элитный сегмент, о котором, как бы, мы в основном сегодня говорить не будем, хотя, наверное... Школа развалена, ребят, развалена, уничтожена школа. Вот в Советском Союзе было классно. Надо, видимо, возвращаться в Советский Союз неожиданно. Можно еще репрессии на всякий случай вернуть, а то что-то скучно без репрессий. Вот если школьников репрессиями не пугать неожиданными, я думаю, вот они не будут хорошо учиться. Нужны репрессии обязательно, да. И обязательно указкой. И лучше не по рукам, а сразу по лицу, я считаю. Сразу по лицу нужно указкой бить, чтобы... Ну, вот, вот наверняка указкой потверже, я считаю. Ну, вот просто потому что... Нет, движемся к хорошим целям. Вообще, в принципе, образование было настроено и школьное, и университетское. В принципе, на одно. Ну, то есть, на частичную вестернизацию, безусловно, да. Ну, насколько сильно, конечно, они были настроены, это хороший вопрос. Там и по разной степени они были настроены. Какие-нибудь там из ПБГУ, МГУ, мы не про школу, мы про вузы. Вот прям очень сильно настроены были. До сих пор, надеюсь, тоже настроены. Школы, ну, тоже к развитию стремятся, к расширению, развитию, улучшению, как и внешнего вида этих школ, так и педагогического состава этих школ. Да, косяки есть. Да, зарплат не хватает. Да, есть некоторые проблемы, безусловно, согласен. Решать надо. Зарплаты неплохо бы повысить. Но я напомню, что у Алексея Саватеева там целые требования, что там преподаватель, учитель должен получать минимум 75 тысяч. Я у него вычитал в его прекрасном манифесте, который он всем подписывать предлагал. Ну, не 75 тысяч, конечно, да, но чтобы преподаватель, в принципе, получал в полтора, в два раза выше, чем всякие там охранники и продавщицы, ну, наверное, наверняка надо этого добиться. Ну, в своем регионе, безусловно, конечно, да. Как-то вот так вот надо это все учитывать, чтобы, ну, жить можно было на эти деньги в регионе, наверное. Ну, как-то вот. Ну, как-то разумно к этому подходить. Какие реформы разрушили образование, я, честно говоря, пока что не знаю. Ни одно он не обозначил. ЕГЭ сейчас прозвучало, типа, бээээ. На мой взгляд, ЕГЭ, наоборот, сделало образование более целостным, более мощным, более структурным, более независимым от мнения отдельных преподавателей. И в вузах, что самое главное, преподавателей, и в школах, что самое главное, преподавателей. Теперь любой студент, любой школьник из любой части света, может, ну, из любой части России. Россия, это почти все части света, ладно, да, шутка, патриотическая шутка. Так вот, может приехать хоть в Москву, хоть в Санкт-Петербург, поступить в самый лучший вуз из любого, в общем-то, Муха-Сранска, из любого села, если у него достаточно было стараний, ресурсов. Если он вложил в это достаточно силы, и у него были достаточные там таланты, способности. Может достичь всего. Прекрасно же, прекрасно. Отличные возможности для некоторых студентов, как мне кажется. Просто прекрасные. Пару слов будет сказано. То есть, есть, как бы, вот эти гимназии, да, все, есть хорошие проекты отдельные, маленькие. И есть остальное, к которому просто его нет, считай. И вот эти школьники, они делают вид, они, значит, сдают там, нет, ЕГЭ рассчитан, да, так, что его очень легко сдать. Это понятно, да. Вот. Очень легко. И дальше ты поступаешь и ничего не знаешь. Ты хочешь, собственно, сказать. Вообще легко сдать, ничего не знаешь. Этот человек, видимо, не подозревает, что ЕГЭ – это исключительно соревновательная система, в которой студенты, будущие, да, абитуриенты, претендуют непосредственно на соревнования друг с другом. И они поступают в разные вузы по баллам. Вот ты сдаешь что-то там, первую часть, да, из трех, там, допустим, у тебя там все правильно, во второй уже все неправильно, допустим. Ты проигрываешь в баллах. Легко сдать, не легко, легко первую часть сдать, вторую попробуй дальше сдать, третью попробуй сдать. Тогда появляется градация вузов. Вузы задают баллы, минимальный балл для поступления. В балл приходят люди, у людей там, например, в МГУ максимальные баллы, и ты с трудом будешь с ними соревноваться. Если там семь человек там на место, допустим, минимум, там, скорее всего, больше человек на место. Ты такой смотришь, ого-го, а тут ребята у всех там по 100 баллов по всем ЕГЭ, ох, 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 как-то тяжело с ними конкурировать непосредственно. Ну и так далее, так далее, так далее. Мне интересно узнать, Алексей Саватеев реально думает, что сдать все ЕГЭ по 100 баллов это легко? Или он, наверное, подозревает, я не знаю, я не знаю, о чем он сейчас в принципе говорит, в чем проблема? В чем проблема ЕГЭ? Его высказывание, сдать ЕГЭ легко. Я, кстати, не знаю, уверен или не уверен, у меня есть подозрение, что, возможно, сам Саватеев не сдаст ЕГЭ по математике на 100 баллов. Мне вот, я не знаю, может быть, сдаст, может быть, не сдаст. Вот он сам, будучи доктором физико-математических наук, причем именно в уклон к математическим наукам, у меня есть подозрение, ну вот где-то что-то там доупустит, вот где-то вот внимательности не хватит, и он там что-нибудь ошибется. Ну или вот что-то какая-нибудь помарка там будет, и минус балл, или два, или три слетят, ну вот, вот не знаю, ну вот вполне возможно. Вполне возможно, слетят. Интересно, а сам Саватеев сдаст ЕГЭ на 100 баллов, будучи преподавателем, в общем-то? И это же не только знание материала, и не только умение пользоваться, собственно, в данном случае математикой. Это еще и внимание, это еще и стрессоустойчивость. Вот представьте, да, если он не сдаст на 100 баллов, как просядет его вот это вот суждение неожиданно. Легко сдать, ну кому как, знаете, школьникам не очень легко. Да, я хотел заметить, что в ЕГЭ есть одна основная проблема, это Виктор Болотов и его окружение. Ну это потом скажешь, да. Вот, то есть, как бы сказать, на сегодня, смотрите, вопрос не в том, что ЕГЭ показывает, что у них плохой уровень, или не показывает, что у них плохой уровень. Вопрос в том, что в ВУЗы некого набирать, независимо от того, есть ли он. Ну вообще, да. Ну как, да или нет, ну, в смысле, некого. Вот, в ВУЗы, есть 30 ВУЗов, которые есть кого набирать. Ну и в них, кроме нескольких первых ВУЗов. Короче, дети быдло. Вы быдло, ребят, запомните. Алексей Саватеев считает, что вы быдло. Запомнили, приняли. Кроме пятерки, не знаю, десятки. И уже даже в следующем эшелоне платят такие зарплаты профессорам, которые, опять же, оскорбительны и с жизнью несовместимы. Но при этом это странно, если платное образование высшее найдет... Ну, тем не менее, тем не менее, это факт. И это, значит, соответственно, любая реформа... Тем не менее, это факт. Я не буду обозначать никакие статьи, я не буду обозначать никакие материалы, исследования. Я просто говорю, это факт. По моему личному преподавательскому опыту это факт. Я прихожу в университет, я вижу, передо мной сидит быдло, да, буквально быдло, мусор, короче. Необучаемый мусор. Я думаю, блин, какой ужас. Приблизительно так звучат слова Алексея Саватеева в данный момент. Ну, очень смело, на мой взгляд, очень смело. Я бы не ринулся называть огромный массив студентов поголовно быдлом. Не, уровень, может быть, и не самый высокий из тех, который мог бы быть. Более того, проблема еще, наверное, в том заключается, что ЕГЭ не всегда учитывает реальную мотивацию человека. То есть, в принципе, в принципе, ЕГЭ вы набираете какие-то определенные баллы и куда-то там поступаете, раскидываете по разным вузам заявки в разные, в общем-то, на разные факультеты. И не важно, куда вы на самом деле хотите поступить. Важно, куда вы поступите. Куда вы реально со своими баллами, да, можете претендовать. Многие люди попадают довольно случайные, на случайные специальности, в случайные вузы, куда бы они не особо хотели попасть. Мне, например, как специалисту по философии, ну, мне наоборот кажется, что необходимы философские факультеты, а половина студентов философских факультетов, которых я знаю из СПБГУ, замечу, это просто люди, которые поступили в СПБГУ, потому что хотели поступить в СПБГУ, но не на философский. Им было без разницы, что выбирать, они выбрали философский, потому что на философском балл пониже. То есть поступить на экономический, ну, невозможно, ну, там много требований, да, слишком-слишком-слишком много. На физиков поступить тоже никак. Куда-нибудь там на другие гуманитарные, ну, может быть, можно, кстати, но тоже осторожно. А вот на философский самое то. И, в принципе, 50% студентов философских факультетов вообще никак не мотивированы быть на философском. Им неинтересна философия, в принципе. Дело даже не в том, что обучаемы они, не обучаемы. Вот мне тут кажется, некоторая проблема есть, что некоторые люди не хотят обучаться. И ЕГЭ, вот его единственная такая, наверное, существенная проблема, ну, вообще, когда мы берем главный критерий отбора ЕГЭ, главный и единственный критерий отбора ЕГЭ неожиданно, да, вот мотивация полностью изживается. Я просто подозреваю, что человек с не очень высокими дарованиями, может быть, даже не очень высокими школьными знаниями, но при этом обладающий некой высокой степенью мотивации, вполне может обучаться на философском факультете и вообще на любом другом, если у него вдруг мотивация-то появится. Человек с мотивацией, даже без способностей и без знаний, он покажет некоторый результат и некоторые старания, потому что ему данный предмет нравится. И ему будет нравиться обучаться данному предмету вне зависимости от своих способностей. Вот. Чем способности выше и мотивация выше, тем, конечно, лучше. Вот. Мне опять же кажется, что у многих людей в философии, даже у тех, которые более-менее сознательно поступили, несколько сломанная мотивация. Это, то есть, они, например, приходят на философский, их не интересует 999 тысяч философских учений, их интересует там одно нитшанство, там одно гегельянство, одна аналитическая там философия, или отдельно какая-нибудь там одна, там, я не знаю, еще какая-нибудь ерунда. Там один сартер там их интересует, и они такие пришли, а я сартера пришел изучать. А им там греков пикают, еще кого-то. И этим ребятам, на самом деле, нечего делать на философских факультетах, тоже, на самом деле. Или они там христианскую философию хотят изучать, или еще что-то. У них изначально мотивация настроена на очень узкую философскую прослойку, которая им на самом деле не особо нужна и не особо интересна. И поэтому они крайне выборочно относятся к контенту, и их интересует, ну вот типа, например, там, ну, Кант нормально под христиан, например, идет, там еще кто-то нормально идет, и кто-то еще идет. Вот так выборочно. Вот отобрали тех, кто подходит, остальные пошли нафиг. Все остальное философское образование плюс-минус игнорируется. Это довольно печально, довольно печальная ситуация на философских факультетах в этом плане. И это большая проблема мотивации. Я, конечно, могу заблуждаться по поводу математики, например, да, потому что, может быть, математики реально способности тут могут зарешать. Но на философию не хватает правильно мотивированных людей, мотивированных вообще на философию. Вот это 50% людей, которые вообще не хотят нафилософский, да. И еще вот среди следующих 50%, процентов там, я не знаю, из них, ну не из них, процентов еще там 45 вот этих вот дополнительно, это люди, которые очень узко мотивированы на очень узкую специальность в рамках философии. Им на самом деле не место на философском факультете, чтобы получать вообще все философское образование сразу, им все это не нужно. Им по-хорошему какие-нибудь там курсы там по христианской философии бы пройти, какие-нибудь там курсы по гегельянству, курсы еще почему-то. Им бы вот так вот бы хватило на самом деле. Но зачем-то они себя мучают всей философией. Высшее образование должно начаться с того, что мы хотим, чтобы оно было или чтобы его не было. У нас есть высшее образование. Хотим, чтобы не было высшее образование, можно продолжать делать вид. Переходить обратно на специалитет. А мы не делаем вид. Или на 2 плюс 2 плюс 2, что, кстати, совершенно губительно. Вот что совсем губительно, это то, к чему они собираются прийти, покинув баланскую систему. Это 2 плюс 2 плюс 2. Я не знаю, что такое 2 плюс 2 плюс 2. Я не знаю, что первые 2 года вы не учите свою предметную область. И если это математика или физика, то за 2 года, пока вы учите какие-то искусства презентации и прочие американские мягкие навыки, у вас все выветривается, что вы даже еще знали. Уже больше просто ничего не будет. Через 2 года, когда вы приступаете к математике, вы просто уже не помните даже дробей. То есть на самом деле... Ну он прав. Он на самом деле прав, да. То есть если 2 года у нас будет вступительная какая-то специальность, ну и по физике, и по химии, и по чему угодно. Вы все это забудете. Я, например, с большим... Почему я с большим трудом считаю? Я в университете хорошо считал, дискриминант отлично считал, например. Я не знаю, что угодно нормальное дело. У меня пятерка по математике в УЗИ была, и я вообще отлично себя чувствовал. В школе было хуже, но в университете я ее подтянул. Прошло много лет, да, с первого курса моего первого университета. Я вообще сейчас, я с очень большим трудом считаю. Потому что мне навык считать очень редко пригождается, да. Дело даже не в том, что дроби там, проценты. Чтобы процент посчитать на листке бумаги, мне нужно затратить некоторые интеллектуальные усилия. Мне нужно вспомнить, что такое процент вообще в целом. Да, это у меня, например, в голове автоматически уже не работает. Этот навык мне вообще не нужен был долгое время. Я вспоминаю, что такое процент, вспоминаю формулу, и по ней уже начинаю считать. Да и при том, сам навык счета тоже затупляется, если постоянно им не пользоваться. Многие люди им не пользуются, неожиданно. Если вы два года будете тупить, ну да, соответственно, это довольно такое себе. Замечу, ЕГЭ в этом плане хорошо для математиков. Я не знаю, почему Саватеев критикует ЕГЭ, но для математиков это просто суперклассно. Почему очень суперклассно для математиков это? Потому что вы постоянно считаете, 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 считаете задания такого уровня, задания высшего уровня, задания там творческого уровня. Там бах-бах-бах-бах-бах, все вот это вот пробиваете, да. Постоянно считаете вот этот вариант ЕГЭ, этот вариант ЕГЭ, этот вариант ЕГЭ считаете. Вы считаете больше, чем там в советской системе. Вы просто считаете, 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 если хотите сдать на отличный ЕГЭ. Очень много расчетов. Вы, короче, постоянно в тонусе. Ну да, если этот тонус потом после ЕГЭ сбрасывать на 2 года, да, и будет большая проблема. Ребенок все забывает, очевидно. Ребенок, студент, очевидно, все забудет, навыки пропадут, умения пропадут. Но ЕГЭ это как спорт, знаете, вы так поднимаете результаты, показываете определенные баллы как можно выше и побеждаете или не побеждаете, уже зависит от того, что там, как у вас сложилось, повезло, не повезло, может быть, местами, с одной стороны. А с другой стороны, от того, как вы подготовились. Ну и нормально. Потерпимая система это ЕГЭ. Я не знаю, почему Алексей Саватеев так ненавидит ЕГЭ, мне вот это вот все непонятно. С ВОЗом, ну как бы, с ВОЗом вот такая история. Нам все говорят, баллонская система, баллонская система. Ерунда, сейчас просто ВОЗов нет. И это и есть проблема. Баллонская система, на мой взгляд, тоже прекрасна. То есть наличие баллонской системы позволяет обойти огромное количество недостатков советского образования. Опять же, когда какой-нибудь там поганый экзаменатор может студента просто взять и из-за своих эмоций завалить. Я такое видел не единожды. Я видел, как умственно неполноценным идиотом ставили пятерки за подаренные цветы и конфеты, да, преподавателю или деньги, может быть, даже. И при этом я видел, как, в общем-то, валили достаточно грамотно говорящих ребят, просто валили. Какой-нибудь там лектор, на чью лекцию не ходили люди, просто заваливали студентов. Несмотря на то, что там высокий балл по практике был, несмотря на то, что там, не знаю, этот студент по физиологии, например, все отлично знал и все отлично отвечал. На все отвечал, ну тройка что, ну тройка, тройка, да, тройка, ужасно. Произвол преподавателей в университетах, в вузах, он очень часто происходит. И тут баллонская система помогает решить многие проблемы с этим произволом. Ну как, например? У меня по физиологии на протяжении всего времени, я многим преподавателям раздавал, у нас вообще четыре разных преподавателя было. Все промежуточные и контрольные, всем этим преподавателям, кроме лекторша, которая вообще просто пропускала ее лекции, потому что очень мерзкая тетка была, просто пропускала ее лекции, она отвратительная. Вот всем преподавателям все на пятерке отлично сдавал. Прихожу, финал, короче, да, экзамен. У меня миллиард баллов, ну в кавычках миллиард, да, я знаю, что я точно получаю пятерку при любом исходе. Ну она меня завалила на тройку, безусловно, да, она просто офигела с того, что я ей нормально отвечал, не ходя на ее лекции вообще, в принципе. Поставила тройку, сказала, ну типа так себе отвечал, бери тройку, да. И такая смотрит, а у меня там пятерка получается, понимаете. У меня пятерка, у меня безоговорочная пятерка. Она не может мне занизить эти баллы, потому что три других преподавателя уже меня оценили по высшей степени, тест был сдан, еще много чего было сдано. И у нее просто шансов не было меня завалить. То есть, если бы она решала, что у меня будет, у меня была бы тройка. При том, что я по физиологии был самым сильным в группе в тот момент, да. А девчонка одна пришла, просто цветы, конфеты на 5 баллов. Как вы понимаете, в чем дело? И таких преподавателей огромное количество. То есть студенты, в принципе, да, один преподаватель может несколько поднасрать, так скажем, да, вам с баллонской системой. Но когда у вас есть человек, который ведет семинары, когда у вас есть другие персонажи, когда, может быть, несколько человек, несколько практиков у вас ведет, вот эти все темы, вы всегда компенсируете. На мой взгляд, образование портят сами люди, сами профессора. Причем иногда даже хорошие специалисты, но у них какие-то свои неправильные эмоциональные установки, подвижки, они довольно неправильно относятся к студентам, ненавидят их иногда. Какие-то эмоциональные связи вступают, у них какие-то неправильные отношения к тем или иным специальностям. То есть, когда вы позволяете все решать субъективному, одному, единственному человеку, тогда происходит произвол. И его больше, как ЕГЭ, так и баллонская система, уменьшают количество этого произвола. Поэтому обе системы лучше, чем то, что было раньше, где был произвол, была коррупция, была глупость, была тупость, было мнение просто порой иногда высокомерных, уродских, идиотских преподавателей. Нет, я не говорю, что все преподаватели таковы. Некоторые таковы. Но этих некоторых, одного на потоке из всех преподавателей, хватит для того, чтобы, ну, например, студент вообще был выгнан из университета. Двойка, да, просто стальная двойка, без шансов на реабилитацию. Либо не получал стипендию, ну, троечку ставишь ему, все, стипендий нет. Либо еще что-нибудь, соответственно, подпорчен, в общем-то, итоговый аттестат. Человек старается, работает, какое-то субъективное мнение одного преподавателя, может все взять и порушить. Баллонская система и ЕГЭ, ну, они не полностью все это, конечно, дисквалифицируют. ЕГЭ в большей степени, баллонская в меньшей степени дисквалифицируют такие проблемы, но они остаются. И это... А надо над этим работать. Просто Алексей Саватеев хочет работать в обратную сторону. Он хочет отыграть авторитет преподавателя, он хочет отыграть авторитет всех этих людей, чтобы они больше решали. Я считаю, что они меньше должны решать. как кандидат философских наук, как человек, который, в принципе, мог бы сейчас преподавать, я в целом считаю, что нет никакой необходимости давать слово и волю и абсолютную власть преподавателю над студентами. Это невозможное положение дел, от этого надо отказываться. Ну, давайте это просто зафиксируем, да, и скажем, кто мне в Совете Федерации, и скажем, это президенту, наконец-то. У нас нет высшего образования. Идем дальше. У нас есть высшее образование. Ну, это как бы, я сущность за сущностью, я как бы их вытаскиваю. Ну, это какой-то идиотизм, причем советский идиотизм, ну да ладно. Несколько зарисовок из школьной жизни приведу. Частные примеры, то есть абсолютно неполная индукция. Зарисовка номер один состоит... Мы их, наверное, пропустим, кстати, да. Со школой. Идет ее, так сказать, ее спробно. Ее трансформация. Это называется цифровая трансформация образования. Вот. Ну, то есть вопрос вот наше здесь. Мы здесь представляем, ну, грубо говоря, то крыло общества, которое хотело бы, чтобы в школу дети приходили учиться. пока не могут и дома учиться. И научившись, уходили из школы. А имеем дело с какой-то гидрой, которая совершенно другое имеет в виду, что в школе должны происходить прогрессы. Вот прогрессы в виде цифровых продуктов. Да, должны. Когда Толстой выступал на этом самом... На конгрессе? Да, на конгрессе, он сказал, что чиновники хотят, чтобы школьник по выходу из школы был современным. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот мы, присутствующие здесь, возражаем против этого. Да, мы считаем, что это очень плохая цель. Вот. Потому что давайте сравним современного школьника с нашей бабушкой или дедушкой. Да, с нашими или с моими... Окей. Современный школьник обладает огромным количеством разных навыков в пользовании компьютерными технологиями. Может работать с разным софтом и много чего делать. И по телефону, и в компьютерном, и так далее, и так далее, и так далее. Может оплачивать, оплачивать, я не знаю, покупать онлайн огромное количество вещей. Что могут делать наши бабушки и дедушки? Ну, вы поняли. Ничего. Ничего не могут. Вот вообще ничего не могут. Абсолютно уже не обучаемые к старости. Ни на что не способные. Если их навыки в данный момент не востребованы, то наши бабушки и дедушки абсолютно сейчас ничтожны, к сожалению. Ну, как-то так. ...родителями, которые на выходе из школы просто знали предметные области. Хорошо, да? Знали, как устроен мир. Знали то, что... Знали, как устроен мир. ...школьник. Да, прекрасно. Современные дети, ну что, они, значит, очень хорошо умеют нажимать на кнопки. И это возможно... Они знали, как устроен мир. Мой вопрос. А где-то проводились какие-то, ну не знаю, экзамены, сравнения. Ну, уже невозможно сравнить, потому что когда они выходили из школы, это было много-много лет назад, да, десятки лет назад. Понятно, что такой опыт провести сейчас нельзя. Хотелось бы узнать, на чем базируется высказывание самого Алексея Саватеева, потому что вот эта вот легенда о легендарном, прекрасном, умнейшем советском образовании, после которого одни гении выходили, да, безусловно, и все знали предметные области, а сейчас тупо одни идиоты, да, выходят из школ. Мне кажется, очень сильно притянуто за уши. Прям колоссально сильно притянуто за уши. Никаких аргументов за этим нет. ...входится в ранг, ну как бы, чего-то, что идет вперед предметного знания. Ну и вот тут как бы важно, что сделать? Важно заявить, что в России есть силы, которые считают, что это приведет к развалу государства. Мне часто говорят чиновники следующее. Алексей Владимирович, вот ваши идеи, они очень красивые, но они не востребованы, это никому не нужно. У вас там несколько тысяч человек на всю страну. На самом деле уже никому ничего не нужно. Посмотрите, что говорят родители. Важно, чтобы мой ученик получил пятерку. А за что не имеет значения? И такие... Ну, ага. Отличная аргументация, состоящая из случайных примеров. Посмотрите, что говорят родители. Кто, какие родители, блин. Покажите конкретно, процитируйте, сколько родителей так считают и говорят, сколько так не говорят. А в Советском Союзе так говорили или не говорили, может быть, посмотрим. Я не знаю. Но, опять же, какое-то сравнение идет, основанное ни на чем просто. Буквально на нулях. И во всем этом... Ну, в этом и все движение за образование Алексея Саватеева. Это просто, ну, как бы вам сказать, не грубо. Короче, в общем, Старпер решил вспомнить свое прошлое, как это было раньше хорошо и замечательно. И, в общем, пальцем вот так вот подвигать перед бедными, ужасными, в общем-то, школьниками, тупыми, беспомощными, перед тупыми чиновниками, вот так вот пальчиком показать. Вот в наши времена было лучше. Причем вот буквально ни на чем это не основано. Раньше было лучше, запомните. Все, вот вообще никак, но я доказывать этого не буду. Я просто об этом говорю. Просто заявляю. Правильный ответ. Да, такие есть, и их, к сожалению, уже очень много. Но если вы дебилизируете страну 30 лет, то на выходе вы получите... Да, дебилизирует страну 30 лет. Гениально. Да, это уже новое... При том, что образование реально развилось. Стало лучше. Намного лучше. Во много раз лучше стало. Наши специалисты стали лучше. Наши специалисты по разным специальностям за последние 30 лет получили огромное количество непосредственно иностранных данных. Теперь они в мировом информационном обмене. Они печатают свои статьи в международных журналах. С обязаловкой как бы они это делают. Не просто вот то, что раньше тоже могли. Сейчас они обязательно это делают. Приглашают иностранных специалистов регулярно. С ними работают. И сами печатаются в иностранных журналах. И в наших журналах печатаются очень иностранные специалисты. И журналы появляются международного характера в России. Их немало становится. Все больше и больше и больше. Ужас, как у нас, деградирует образование. Ужас, ужас, ужас. То есть специалисты становятся лучше. Система становится совершеннее. Но она не совершенна. Она не идеальна. Но она становится просто лучше. Почему просто лучше? Потому что лишается коррупции. Лишается преподавательского произвола отдельных личностей над всеми остальными. Оценка выставляется не только одним, двумя, тремя преподавателями. Уже более комплексно. Существуют более-менее объективные плюс-минут тесты. Объективные. В смысле для всех одинаковые. Для всех одинаковые тесты существуют. Которые все в одинаковой степени сдают. Если вы проигрываете в этом тесте, вы получаете меньше баллов. Если вы получаете больше баллов, ну вы молодец. Муа! Муа! Просто вы зайчик и вообще молодец побежать в этой игре. И никто не может вас в данном случае из преподавателей прийти и сказать. Ну, ты конечно тест сдал на 10 баллов, но я тебе 0 поставлю, потому что ты мне не нравишься. А до этого мог. Дебилизация образования просто вообще. И это при том, что в советской школе в целом преподаватель мог вообще все что угодно на уроках делать. Ну, то есть, чисто фактически, ну вы хер, во-первых, это проверите. Ну, проверку можно иногда вызывать. Ну, на проверке можно нормальные уроки делать, задавать, да? В принципе, вы можете вообще ничему не учить. В какой-нибудь там, не знаю, сельской школе, на которой всем плевать, и ваш уровень, когда колоссально низок в преподавании, вообще все что угодно преподаваете. Сейчас и уровни контроля выросли, между прочим. И вообще много чего выросло. Мы растем. Мы растем, блин. Я просто не знаю, это нужно как-то доказывать и аргументировать. Просто приходим в школу и смотрим, насколько уровень, в общем-то, в целом вырос. Я не знаю, смотрим на наших старых преподавателей. Смотрим, насколько хреново они преподают материал. Насколько плохо они справляются с образованием и воспитанием. Советские преподаватели самые худшие преподаватели в мире. Простите, пожалуйста, ну нет, не настолько, конечно, сурово. Но все-таки это самые худшие преподаватели из тех, что есть. Если более молодой преподаватель у вас будет, это почти всегда лучше. Весь этот 30-50-летний стаж бабки из Советского Союза ничего не стоит. Это ужасное образование. Образование, в котором человека ненавидят. Это образование, которое отбивает желание у многих учиться вообще в принципе. Образование абсолютно отвратительное, абсолютно субъективное при этом. Образование, в рамках которого субъективное мнение старой бабки из Советского Союза. Еще вредной бабки, она эту вредность, скорее всего, проявит. В общем-то, оно решает очень многое. Это ужасное образование. Это катастрофическое образование. И мы выбрались из этой ямы. И вот подумайте, какую бы школу вы хотели. Школу с современными специалистами, с молодыми, энергичными, с теми специалистами, которые проходят уже новую педагогику. Не советскую педагогику, где указкой по лицу. На! Вот так вот. На! Тренировка на физкультуру из Советского Педагога, как по лицу бить указкой, например. Это шутка, конечно. А нормальная педагогика, более современная педагогика, педагогика плюсы мирового уровня, потому что современные педагогические вузы, они обмениваются информацией, в том числе, с мировым сообществом. Наиболее эффективные методы преподавания используются. Вот намеренно, да, то есть современный педагог, который учится и в сторону преподавания материала, с одной стороны, и подготовки к ЕГЭ, с другой стороны. И с третьей стороны, там, я не знаю, интерактив пытается какой-то иногда устраивать, более веселые предметы вести. И сам более энергетически наполненный, менее, а чаще всего менее строг, да, против советского педагога, который, ну, блин, единственное, наверное, что в лучшем случае рукоприкластом не занимается, унижает детей в среднем, очень часто. Чем старше педагог, тем он больше унижает детей. Вот, простите, вот такое у меня замечание. Давайте проведем, в общем-то, социологические опросы и посмотрим, прав ли я или нет. И, честно говоря, я не знаю, по мне так, я бы отдал свою школу, в которой полно молодых, ну, относительно молодых, там, опыт, там, 5, 6, 7, может, 10 лет. Лишь бы они не застали советского образования, лишь бы они не были обучены в советских педагогических вузах, в общем-то, лишь бы они не работали так, как работали те преподаватели, учителя, которые обучали меня. Потому что эти люди были категорически отвратительны. Я ненавижу свою школу, ненавижу преподавателей своей школы. И могу сказать, что, ну, там была пара хороших пожилых преподавателей, пара из кучи людей, отвратительных людей, и несколько молодых преподавателей, к каждому из которых у меня минимум претензий. Вот, все молодые преподаватели были молодцами. Все пожилые преподаватели, за редким исключением, тотальные сволочи, абсолютно субъективные, абсолютно мразотные и ужасные. Вот у меня такое вот, такая вот связь с этим самым вашим любимым советским образованием, вот такая вот ментальная связь. Тоже субъективные примеры, я согласен. Вполне возможно, не во всех школах эти самые преподаватели, мрази, сволочи, ублюдки, субъективные, отвратительные. Может быть, это и правда. Может быть, не все учителя там советской закалки истерички и идиотки. Вполне возможно. Я с этим спорить, конечно, не буду. Но вот мой опыт абсолютно отвратителен в данном случае. И я почти уверен, что у многих людей такой же опыт приблизительно. Вот эти пожилые советские бабули, они испортили огромному количеству детей и настроение, и желание обучаться, и вообще все-все-все, что только можно. Вот. Ну, я серьезно, очень часто мы встречаем и в интернете вот этих вот самых преподавательниц, старичков, бабусек, которые отщебучивают какую-нибудь новую интересную тему. Да, как вот они вот берут, и там, не знаю, у-у-у, там вы против государства, там уру-ру, там выходили к новальному на митинги, я буду жаловаться директору, он вас всех выгонит из школы. Вот такие вот преподаватели советской закалки. И это, ну, блин, это реально плохо. Простите, да, это сейчас субъективный опыт я передаю, и субъективный опыт из тех видеоматериалов, которые я видел. Но я, честно говоря, не видел, чтобы, ни разу не видел, чтобы молодой преподаватель угрожал детям, бил их там, пытался их выгнать. Ну, то есть, эта информация редко распространяется в сети, чаще вот эти вот советские преподавательницы. И у меня образ советской преподавательницы полностью уничтожен. Советская учительница, сволочь, мразь и тварь. Простите, никак не могу по-другому к ним относиться. Может быть, да, не все сволочи, мрази и твари. Но если она советская и старая преподавательница, вот с большой вероятностью, сволочь, мразь и тварь. И тут все понятно, ее не перевоспитать. И, к сожалению, ее допускают к детям. Отвратительно. Макадемия родителей. Ответствие лечения. Люди, которые так рассуждают, на самом деле не желают добра своей земле. Потому что... Я желаю добра своей земле. И моя земля долгое время, последние 30 лет добивалась этого добра в сфере образования. Билась за это добро. И билась за то, чтобы это добро как-то было совмещено с общемировым вот этим добром образователем. Чтобы мы все вместе, и мы обменивались там и студентами, и учениками. Чтобы у нас вот это все котировалось, что вот русское образование, что иностранное образование. Что вот они как-то вот тянутся друг к другу. Да, и русское оно когда-нибудь тоже выйдет на мировой уровень. Мы к этому шли-шли-шли 30 лет. Что Саватеев предлагает просто взять и оборвать это, ну, например. Ну, мне жалко, если в нашем образовании так сделают. Это ужасно, это плохо. Так нельзя. 30-летний хороший путь, который мог бы нас усилить в науке. Вопрос, так сказать, вопрос. Мы государство или мы не государство? Если мы Рим, да, каждый человек сам свое государство, да, сам маленькое государство себе носит. И тогда он не должен смотреть на то, что говорят недалекие люди. И чего они желают? Они желают подлога, да. Они говорят, дайте нам пятерку ни за что. Потому что мы так же ее заслужили, как вот эти вот. Вот этот учился, да, работал, учился усердно. И получил пять. Мы тоже имеем право. Мы ничего не делали, но мы имеем право тоже на пять, да. И дайте нам их. И они... Да, вот так вот они и говорят ему, да. Вот все родители так считают. Вот буквально все до одного. Идут на поводу у этих родителей, да. Они говорят, что вот у нас родители во главе угла. У нас есть исповедь духовного террориста Осмолова, о которой еще расскажет Александр Владимирович, где просто черным по белому это написано, да. То есть вот убрать учителя, отдать родителям и детям выбирать их дальнейшую судьбу. Ну, понятно, что родители и дети в основном выберут просто не учиться и получить пять. Соответственно, мы как государство, мы не можем быть за это. А государство... Не можем. Не можем. Дети не могут выбирать предметы, которые они хотят учить. Не могут ничего выбирать. Вообще выбор надо убрать. Нафиг он нужен. Я, кстати, не понял, о чем сейчас говорит конкретно Саватеев. Мне кажется, он переврал информацию вот того человека, которому он сейчас цитировал. Ну, потому что у меня есть подозрение, что вот тот человек, к которому он сейчас обращается, какой-нибудь сторонник, какой-нибудь околофинляндской системы образования, которая считается лучшей в мире, блядь, сейчас, блядь, дурак ты нахуй! Ты бы хоть какие-то факты против этого противопоставил, боже мой! Ну, ну просто так нельзя, да, как бы взять и сказать, что выбор это плохо. Все, выбор отстой, надо не выбирать. Родители и ученики, короче, лохи. Учитель должен править в школе, поняли? Ну, 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 лол, да. Просто мировое образование, которое считается лучшим в мире, это образование с выбором. Неожиданно! Бах! И если вы хотите как-то с этим, этому противоречить, вам нужно предоставить серьезные какие-то аргументы против этого. Желательно, да, чтобы, ну, как бы сказать, ну, нет, смотрите, вот эти финские дети, они проигрывают в Олимпиадах, например. Ну, вроде не проигрывают, вроде как раз наоборот побеждают уже много, уже достаточно сильно они там выступают, если я не ошибаюсь, кстати. Да, тут надо как-то вот это вот все вот подрывать, но Олимпиады, не Олимпиады, вот куча всякого материала нужно нарыть, а не просто балаболить. Сейчас находится не очень комфортной политической обстановки, скажем так, да? И, соответственно, оно не имеет, вот не может себе этого позволить, оно не имеет это право. Мы, как государство, не можем давать пятерки тем, кто их хочет получить ни за что. Это мой ответ. Я всегда его... Да, отлично, только никто такой позиции не придерживается. Ну, вообще, кажется, даже основная проблема заключается в том, что Саватеев, ну, он хочет уничтожить наши... Ну, нет, он не хочет, он хочет, наоборот, всего самого хорошего, лучшего и светлого. Но его желание уничтожит образование современное, которое мы уже долго строим, мы, русские, мы, да? Мы долго строим около международное образование, к нему стремимся, пытаемся сделать как на Западе, и не только, как на Западе, вообще включиться во всю мировую образовательную цепь. А для образования это очень важно. Ладно, там политика внутренняя, внешняя, там все остальные области, да? Там мы можем как-то вот там вот отсоединиться от мира, там вот это вот все, последовать собственному пути, там вот это вот, да, вот эти прекрасные слова. Но просто, ну, она у нас свой путь, но у нас не может быть своего пути в образовании. Потому что мы тогда просто возьмем и будем конкурировать со всем миром в образовании. Вы просто посмотрите, да, вы посмотрите, какое противопоставление будет. Мы со своим путем в образовании и в науке против всего мира, с их всем путем в образовании на руки. А весь мир это и Европа, и Америка, и Индия, и Китай, там еще что-нибудь там вместе, да? И если мы выйдем из этого мирового образования, это и Австралия, там какая-нибудь и Канада, да? Если мы выйдем из этого мирового образования, мы лишимся огромного количества данных, материалов, специалистов, обмена опытом лишимся. Лишимся огромного количества экспериментов, которые мы могли бы учитывать и рассматривать. Ну, коллайдеры, возможно, кстати, лишимся, что для физиков будет на самом деле не очень круто. Русским свой коллайдер придется строить. Если до этого вполне можно было бы обойтись и чужим коллайдером, и съездить, и посмотреть, что там у них, да и потом, скорее всего, можно будет. Но любые подобного рода разъединения, они негативно будут влиять на науку. То есть, если для поездки к коллайдеру придется прикладывать в 10 раз больше усилий, туда будет ездить в 10 раз меньше специалистов. Вот, вот что важно подчеркнуть, да, не полностью там отрешат нас от коллайдера, наверное, но допустим, в 10 раз меньше специалистов, которые будут задавать в 10 раз меньше вопросов. Ну, потому что их в 10 раз меньше количественно, да, плюс-минус. Проблемно, мне кажется. Мне кажется, это разрушает образование, причем начиная с самых верхних ступеней. У нас не должно быть своего пути в образовании, простите, никак его не может быть. К сожалению, насколько бы плохо и ужасно и отвратительно не было международное мировое образование, какие бы у него ни были недостатки, да, мы должны сотрудничать. В сотрудничестве сила. Это объединение, это единение, единение людей со всего мира, интересующихся наукой, интересующихся разными дисциплинами, интересующихся математикой. Представьте, если неожиданно окажется, что мы вот вдруг за вот этим занавесом образовательным вдруг окажемся, и у нас будет своя русская математика, которая будет в миллионы раз меньше мировой математики. И мы, русские, будем получать куда меньше информации со всего мира. Это будет ужасно. Это уничтоженная математическая сфера будет, это, ну, плакать остается. Ну и Саватеев тут со своими политическими загонами мне очень не нравится, честно говоря. Ну, короче, понимаете, у нас есть учителя, у нас есть они, да, но с ними идет борьба. С ними не идет борьба. Ну, вот то, что он обозначил, это не борьба с учителями. Это просто попытка сделать в образовании значимым не только учителя. Учитель не король и бог. Учитель это человек, который оказывает формально образовательные услуги. И преподаватель, человек, который оказывает образовательные услуги. Вы не поверите. Да, это так. Это не король и бог, который вершит судьбы людей. Это человек такой же, как и родители, такой же, как и дети. Правда, разбирающийся в данной теме и способный передать некоторые навыки. А есть объективные, ну плюс-минус, способы оценки передачи этих данных и навыков. Да, представляете, представляете, ваша работа плюс-минус, ну ее будут пытаться оценивать. С помощью результатов ваших учеников. Если вы сможете воспитать много разных медалистов, там, я не знаю, ЕГЭшников, стобальников. Если не сможете воспитать ни одного, ну, такое себе, да, например, не очень хороший вариант для вас. Да, для вас создается площадка для конкуренции. Конкуренция, это хорошо. Я понимаю, что проще, будучи преподавателем, сидеть на жопе ровно, получать хорошие высокие деньги, там, 75 тысяч рублей, как говорит Алексей Саватеев, да, и в ус не дуть, и ничего не делать, и там бить указкой по лицу студентов. Вообще идеальная. Любимая работа для мазохистов, для садистов, простите, для садистов. Отличная работа для садистов. Но основная проблема-то как раз и заключается в том, что вот это вот понижение статуса преподавателя, оно заставляет его конкурировать, оно заставляет его работать, оно заставляет его совершенствоваться плюс-минус, стремиться к чему-то. Например, учиться делать так, чтобы его дети лучше сдавали ЕГЭ. У него есть более-менее объективный параметр, и он понимает конкретно, к чему ему нужно стремиться. Не просто какие-то рандомные контрольные где-то там, которые он сам оценивает, и которые потом никто больше не увидит, кроме него, да, а конкретно баллы на грядущем великом там убер-суперэкзамене, который вот что-то там покажет. Даже если экзамен фуфло, даже если экзамен в кавычках легко сдать, да, ну, опять же, понимаем, что это дело, конечно, сравнительное, и это не совсем важно, легко-нелегко сдать, ну, вообще странно, когда речь идет вообще просто о сравнении студентов по баллам. Ну, здесь ему приходится конкурировать в том числе, да. И конкуренция не всегда честная, к сожалению, и если она не в его пользу, ему приходится еще больше стараться. Ну, да, преподаватель стимулируется и приравнивается уже больше вот к родителям и ученикам. И в целом, да, ученикам могут быть негативные отзывы по поводу преподавателя. А бывают еще те самые сволочи преподаватели, скоты, ублюдки, негодяи, люди, которым вообще не стоило идти в преподавание. Почему-то саватея заходит с той стороны, что существуют необучаемые дети. Но основная проблема-то в том числе заключается и в том, что многие преподаватели не могут обучать. Они злые иногда, они иногда истеричные, они иногда завистливые, они иногда ужасные, они иногда не с тем характером, который нужен преподавателю. Они не готовы к преподаванию, либо эмоционально, или иногда даже по уровню знаний не готовы. Им не хочется переподготовку проходить, обучаться. Существуют ленивые преподаватели. Вот сидит старушка из Советского Союза, у нее там миллиард вот этих вот бонусов за то, что она такая старая преподавательница, уже 200 лет преподает в УЗИ. Такая прекрасная и 200 лет преподает в УЗИ, да. И у нее всякие там вот бонусы, там, не знаю, повышения, она молодец. Но переподготовку она нормально пройти не может, она компьютерными технологиями овладеть не может. Она не может нормально преподавать, она не умеет в интерактив, она не знает современной методологии, в общем-то, преподавания. Она преподает так, как преподавали 50 лет назад. 50 лет назад, ну вот как бы вот. Вот и что? Вот она богом у нас должна быть. Она должна быть местным, короче, иерофантом, который всех расценивает. И который говорит, вот ты недостоин, а ты достоин. Тебе 5, а тебе вот не 5, тебе 2. Вот она должна все решать неожиданно. Ну, конечно. Причем многие преподаватели, а как они оценивают? Вообще видели там помарка какая-то где-то, что-то зачеркнуто, минус балл. По русскому языку вообще какая-то дичь периодически происходит. В мире, в котором есть печатные машинки, компьютеры, да, и в котором каждую опечатку можно легко исправить, у нас можно получать в России тройки за то, что вы там, не знаю, запятую зачеркнули, не так как-то, там что-то вот помазюкали, букву заменили, опечатались в процессе письма. При том, что в современном мире письмо от руки не является важным навыком. То есть, да, у вас может быть студент, человек, ученик, который знает русский язык отлично, знает все правила, умеет ими пользоваться. И если дать ему компуктер, клавиатуру и вот, в общем, возможность напечатать что-то, он напечатает лучше куча отличников. Но отличник, в данном случае, у него просто меньше помарок там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, реально существуют такие учителя, которые просто за помарки снижают. Баллы катастрофические. Что с этим поделаешь, да, соответственно? Ладно, поехали. Тут можно бомбить сколько угодно долго. Потому что, как бы, да, вот это вся вот эта вот коварилья, да, вот то, что нужно делать всем учителям. Если учитель, ну, там, ни то, ни сего просто случайно в школу попал, то, в принципе, не важно, что его там, как бы, глушить, не глушить, все равно урок нормально не идет. Но если учитель хороший, то когда вы начинаете его глушить, он хуже ведет свой урок. То есть, как бы, вот сейчас, если вы отпускаете все это, да, давление, а прекращаете давление, мне говорят, ну, как же так, из-за каких-то там нескольких хороших учителей мы будем лишать стимулов весь миллион учителей. Я говорю, ну, ваши стимулы ни к чему не приводят. Вообще ни к чему. Вообще ни к чему. Факты. Можно факты, пожалуйста? В смысле ни к чему не приводит. Откуда вы это взяли? Кроме плохого, так оставьте хотя бы людей в покое, тогда вот те, которые есть, они будут вести, да? То есть, я бы поставил как насущную задачу, прям вот номер один у меня, да, вот номер один задача, это найти неформальный реестр всех хороших учителей России. Вот построить, да? Вот такой неформальный реестр. Династия же как делала? Там подавали заявки и писали имя учителей. Да-да-да, это не решаемая задача. Просто она как бы, я могу объяснить, чем она немножко, она немножко стремная, потому что сразу же начнутся, начнет возникать подделывание, да, этой задачи. Но дело в том, что подделывание все равно возникнет, когда все поймут, что происходит. Ладненько, сейчас я пропущу до следующего какого-нибудь значительного, в общем-то, момента. Ну, тамарка пошла про повышение зарплаты, и хотелось бы повысить зарплату учителям, я не против, на самом деле. Это было бы хорошо, действительно. За бесплатно работать никто не будет. Образование важная сфера, вопрос, конечно, на сколько, но повышать надо. Сегмент образования должен оплачиваться, ну, в процентном соотношении, в полтора-два раза больше, ну, плюс-минус, чем зарабатывает, ну, может быть, даже еще больше, если есть возможность, да, ну, вот по регионам в полтора-два раза больше, чем какой-нибудь там, я не знаю, не специализированный человек, в общем-то, за это получает деньги. Вот вообще, безусловно, как-то вот так вот. Если такого нет, если у вас преподаватель получает в регионах там 10-20 тысяч, вот иногда такое, да, тоже бывает, это что-то не так, соответственно, что-то не так. Не поднимается, ну, не все нет пределы. Сейчас будет. Ну, кто будет? Никто не смотрит. Ну, в реальных, да, ученики разученные учиться, через экран учиться не научатся. Почему? Что значит ученики разученные учиться, через экран учиться не научатся? А вы преподавайте, интересно. Алексей, вот Алексей Саватеев делает контент, интересный контент по математике, который смотрит огромное количество людей. Алексей Саватеев, харизматичный человек, вообще-то. То есть, несмотря на то, что периодически несет ужасные глупости, например, по вопросам образования, человек харизматичнейший. И этой харизмой он берет. Еще авторитетом математическим, там, доктор, он физико-математических наук, профессор, все дела, тоже берет этим, да. То есть, авторитет и харизма вообще очень тотально давят на людей. И вот ввиду этого он учит их так или иначе обучаться. Иногда чему-то правильному. Математики, например. А иногда чему-то неправильному. Например, то, что нам срочно нужно, в общем-то, менять систему образования. Что все эти цифрификации, это все ужасно. Переход непосредственно на онлайн образование тоже полностью отвратителен. Учите учителей работать онлайн. Или, может, вы мне скажете, что вот эти самые ученики не смотрят YouTube, например, может быть, да. Может, они не смотрят TikTok. Может быть, они ничего вообще не смотрят. Они не умеют смотреть, да, и не умеют учиться вот у тех людей, которых они смотрят. Да нет, учатся. Проблема заключается в том, что многих учителей очень легко могут перещеголять в харизме, интеллекте и так далее, и так далее, и так далее какие-то обычные люди из интернета. Это ужасно, это страшно, да. Но вот не хватает харизмы учителям. Они не хотят ее развивать, не хотят развивать интерактивность, не хотят развивать ничего. И в этом, кстати, в основном проблема была и образование внутри школы. Просто внутри школы дети бедные заперты с учителем в клетке. Из этой клетки их не выпускают 45 минут. Потом 15 минут выпускают, они там бегают вне этой клетки, а потом их обратно возвращают либо уже к другому учителю, либо к тому же на второй урок. Вот, да, приблизительно, как образование выглядит. А да, когда вы, в общем-то, в интернете проводите уроки, у вас есть другие инструменты. Включаете интерактив, спрашиваете детей по тем или иным вопросам, устраиваете игры, устраиваете какие-то другие мероприятия, рисуете таблицы, передаете им материалы. Интернет – великая сила. Компьютерная технология – великая сила. Вы можете детям шпаргалки там кидать, какие-то вспомогательные материалы там кидать, необязательно все на доске чертить, необязательно все заставлять их даже переписывать. Можно найти какие-то более-менее удачные сайты, можно более удачные какие-то презентации, материалы. У вас диапазон возможностей вырастает в миллионы раз, но учителя не умеют ими пользоваться. И это страшно на самом деле. Это страшно, что у нас есть огромное количество колоссально некомпетентных учителей, которые сами не умеют учиться, не могут научиться простейшим вещам и не могут сделать уроки интересными, к сожалению. Да, конечно, никто не хочет сидеть на неинтересном уроке. И в школе никто не хочет сидеть на неинтересном уроке. Ну вот как-то так. А что вы хотите? Как же вы хотите здесь вообще сделать? Да, при интерактивности, скорее всего, если вот у нас будет преподаватель просто бубнить лекцию, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, скорее всего, ученик будет играть в компьютеры, да? Вот будет сидеть, типа, такой, и вот так вот, типа, вот играть в Хардстоун, там, или еще во что-нибудь, делать вид, что он слушает, на самом деле не слушать. Но с тем же самым успехом в той же самой школе он будет сидеть, уставившись в смартфон, и то же самое, соответственно, делать. Потому что ему нифига не интересно. Если мы сделаем этого преподавателя снова мега-богом или еще кем-то, ситуация не сильно изменится. Ну да ладно. Вообще совсем не понимаю эту самую борьбу Саватеева против непосредственно виртуализации, образования плюс-минус, дистанты, противник дистантов. Ну просто это, знаете, опять же, это как Сократ в свое время говорил, что книги нельзя читать, лучше, ну, говорить. Говорить лучше, чем читать книги. Лучше в беседах все узнавать и в диалогах. То есть, да, вот вы сейчас вводите в книги, они заменяют вам память. Мне кажется, Саватеев, он такой же здесь консерватор, как и Сократ. Но представьте, если бы мы послушались Сократа, и все бы просто по памяти запоминали, а что не запомнили, то идет нафиг, и мы даже не смогли бы нормально пользоваться книжными материалами, на самом деле. Потому что мы бы не особо учились ими пользоваться, мы бы учились красиво и последовательно говорить и запоминать материалы. Нет, конечно, полезные навыки, это очень хорошие навыки, этих навыков нередко в современном мире нам не хватает. Я соглашусь с этим. Многим людям не хватает, их нужно развивать. Многим людям. Но тут как бы оно устроено все несколько по-другому. Да, у нас сейчас, у нас некоторое время назад память, ну, как некоторые, 2000 лет с чем-то назад, память заменялась постепенно книжными всякими источниками. Более того, сейчас есть компьютеры, они также заменяют некоторые наши навыки, и нам нужно двигаться дальше. Компьютер с очень высокой степенью вероятности делает те вещи, которые раньше нам приходилось делать собственноручно. Вот когда появились калькуляторы, ну, уже прекрасно, можно много чего считать. Можно не иметь в своей голове собственный мега-калькулятор, который будет все высчитывать, да? Можно просто вбивать непосредственно. А вот это очень сокращает время на освоение, ну, просто счета. Не нужно учиться очень сильно и много считать. Вы можете не помнить таблицу умножения даже, и считать приблизительно так же неплохо и быстро, вот на калькуляторе, как и какой-нибудь человек, который эту таблицу умножения знает идеально, там, я не знаю, до трехзначных чисел, перемножения трехзначных чисел, например, да? Вы можете тоже быстро успевать вбивать и не сильно от него опаздывать. И акцентировать свое внимание на обучению совершенно другим навыкам, что самое главное. То есть, да, вы могли бы потратить все свое время на обучение навыка, навыка там сложения и умножения, ну, то есть, понятно, что вы и так можете их складывать, более-менее умножать. Если знаете принцип, как это делается, ну, просто чтобы научиться делать это автоматически, надо очень много запоминать в этой области, можно стать совершенным вообще в этой области, но зачем вам это надо на самом деле? Непонятно. То же самое с современным образованием. Мы просто перекладывая часть своих навыков на компьютер, как это делают вообще все специалисты во всех областях, умудряемся обучаться другим навыкам, которые на данный момент компьютерам незаменимы. Ну, и учителям надо учиться, да, работать в интернете. Это отличный навык, современный навык, он им нужен, простите. Сейчас там была прекрасная речь Саватеева насчет того, что смартфон убивает все, нужно отнять у детей смартфоны. Ой, я помню, когда у меня телефона не было, мы просто рисовали там, что-то перекривали, беседовали друг с другом, там, я не знаю, играли в крестики-нолики, там, еще что-то делали. Ой, Алексей, вы как будто не знаете, что смартфоны это не главная проблема. Проблема это вы, ну, учителя, в смысле, преподаватели, педагоги и учителя. Вы это проблема. Также Алексей Саватеев жалуется на то, что сейчас все ради детей, какой ужас, надо возвращать власть преподавателей, срочно, нужны преподаватели. Ой, ну, сколько лет у них власти было, да, ничего-ничего не случилось после этого. С некоторыми вещами я согласен. Вот, например, опубликовать ведомости зарплат всех работников школы, это хорошее предложение. Повышение зарплат хорошее предложение тоже. Ну, как сделать максимально возможные зарплаты? У Алексея Саватеева, там, его, конечно, вот этой манифесте, там, конечно, сказочные зарплаты, настолько сказочные, что даже представить себе нельзя, там, 75 тысяч в регионах какой-нибудь там сельский преподаватель мог бы получать, если бы, да, вообще, вообще божественно жить можно в регионе. Вообще, просто король, король местный преподаватель и царь, и вообще, совершенно, совершенная жизнь преподавателя, почти бизнес у него, считайте, там свой. Ага, но в любом случае, да, надо стараться платить преподавателю больше. Это да. И открыть ведомости зарплат всем, да, чтобы все знали, какие преподаватели, какие низкие зарплаты у учителей. Ну, я думаю, многие немножко офигеют, потому что, например, зарплаты в Питере и Москве, ну, в среднем у учителей, ну, неплохие, и в регионах даже не самые плохие зарплаты. Зарплаты постепенно у учителей повышались, вот в той области, где я живу, и вот, по словам у учителей, у них во многом все хорошо. И у преподавателей более-менее, у многих все нормально. Могло бы быть и лучше, конечно, но нормально, да, то есть в два бывает раза выше какой-нибудь такой низкоквалифицированной работы, зарплаты. Да вполне хорошо, что, жить можно. Могло бы быть и лучше, но вот хорошо, замечательно. Ну, где-то в регионах, да, в селах, наверное, очень низкие зарплаты. Узнать об этом хотелось бы, как-то с этой ситуацией поработать бы тоже бы хотелось бы. Ну, в общем, да, я здесь солидарен, здесь абсолютно солидарен. Есть разумные пункты у Алексея Саватеева, есть. Но основная канва повествования, она шизофреническая, просто потому, что надо вернуть, как было. Нам нужна традиционная вот эта школа, традиционное образование. Ну, надо нам. Почему вам надо? Чего вам надо? То есть ради ученика уже нельзя работать, ради учителя. Да, учимся ради учителя. Офигеть. Ну, давайте послушаем реестр врагов массовой школы. Мифы, не знаю, разные. Противники, да, противники добротной массовой школы. Да, ну, тут еще написано про народный расстат. Противники добротной массовой школы, чтобы вы понимали. Давайте. Росстат, который нам нужен, но это, я думаю, мы еще будем говорить. Первый пункт гуманисты. Гуманисты ужасно. Которые вот настаивают, что вот ребенок бедный, главное, чтобы не волновался, да, чтобы он... Ну, вот предметных знаний не надо, главное, чтобы он не волновался, у него может быть стресс, да. Вообще не надо экзаменов. Не, надо, чтобы стрессовал обязательно. Чтобы такой... Сука. Чтобы прям плохо ему было надо этому ребенку обязательно. Не, по-другому никак. Вот он изучился, и все хорошо, да. И инклюзивно тоже, дайте сюда, всех. Вот они тут прыгают, вмешаются, срывают урок. Ну, они же тоже дети, им же нужно попрыгать где-то, да. Где как не на уроке попрыгаешь. Ну, поэтому всех, вот Липецкой области, всех просто согнали в обычную школу, и все. И, типа, это прогресс. Ну, это... Еще и оценки, что мы отменили. И оценки отменили. Ну, такой вот прогресс, когда просто всех вам ничего не знают, и все. До свидания. Школа, до свидания. Второй пункт, это казнокрады. Это вот всякие распилпроекты, вот эти вот... Ну, казнокрадов не любим. Значит, которые... Главная идея, это, ну, как бы, нужно вот нам отмыть вот эти денежки. Гуманисты-то не гуманисты, ну, на самом деле школа могла бы быть и погуманнее. От экзаменов могло бы меньше всего зависеть, там, например, да, чтобы тот или иной экзамен не шел в общий зачет. В университетах, на самом деле, куда более человечная и простая система, чем в школе. В школе, ну, вот буквально ты там не так пукнул буквально вот на экзамене, да, вот не подготовился к этому экзамену, получил двойку, пошел нафиг. В университете в среднем, ну, ты что-то там, что-то там поздавал, поговорил, там еще пересдать можно, там, 10 раз за сдать это все можно. В итоге финальный экзамен, ты подходишь к финальному экзамену, даже если у тебя тройка там по промежуточным каким-то вещам, иногда может тебе пятерка выйти даже, если ты нормально к экзамену подготовился, все выучил. То есть, школа более сурова и школа постоянно предлагает тебе испытания. В университете испытаний, насколько я помню, было значительно меньше. И как бы все решается итоговым испытанием полугодового характера. Вот полугодие заканчивается, вот начинаются экзамены, вот там уже ребята парятся, пытаются все осваивать, работать и так далее, так далее, так далее. Вот, 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 что самое главное, в вузы неожиданно, там более гуманная и простая система. Вот в школе постоянно домашка, 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 там 2-2-2-2-2-2 у кого-то может быть, да, контрольная, 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 домашка, домашка, контрольная, домашка, контрольная, контрольная, домашка. И ты сидишь просто в постоянном стрессе, и тебе постоянно что-то там прилетает, и ты должен постоянно быть в тонусе, постоянно и везде, и во всем, и, в общем-то, всем владеть, это, по-моему, ну, как-то довольно жестоко, честно говоря. Вот это традиционное образование, о котором Алексей Саватеев говорит, оно чудовищно. Более того, оно не нужно, оно не просто чудовищно, оно не нужно. ЕГЭ чем лучше того, что было раньше? Тем, что вы можете освоить конкретные предметы в ЕГЭ и на остальные забить полностью, например, да. То есть вам не обязательно сдавать математику, и от двойки, и от тройки по математике, и у вас ничего в жизни уже больше зависеть не будет. Вы сдаете общество знания на отлично, и еще что-нибудь на отлично русский, и сдаете, и литературу, и уже можете куда-нибудь там поступать, и все хорошо. Опять же, чем лучше ЕГЭ, в нем есть элементы неплохой специализации. А специализация лучше, чем наполнить свою голову огромной кучей кала образовательного, простите, уж да, такое вот бывает, да. Ну вот, сорян. Ну, и сделать вид, что что-то там, как-то что-то, да, ну это как бы вечная проблема. Вот этот гуманизм, он появился недавно. Гуманизм просто ужасен. Проблема вечная. Третье, это вот большие корпорации. Я не считаю, что нужно, конечно, максимально быть гуманными, да, но степени гуманности в классическом образовании не хватало уж точно. Вот это может быть после 24 февраля, у меня какая-то маленькая надежда, что это стало менее значимым. Вот эти все, Google, Apple, там, наш Сбербанк, может быть, даже отчасти. Там, это, ну, не знаю, трудно сказать. В общем, про Яндекс не буду говорить, про наши вообще не буду говорить, но вот международные корпорации, им нужно быдло. Да, вообще. Им просто реально нужно быдло, им нужны одинаковые люди, совершенно роботы, которые нажимают кнопки и берут кредит. Ну, просто, ну, это очевидно нам всем, да, то есть... Да, вообще очевидно, бесспорное утверждение, они прям берут и делают этих пыдлонов, безусловно, так оно и есть. Не надо это проговаривать и понимать... Прям им просто нужно... Ну, повторять. Это совершенно ясно, поэтому... Иначе-то люди кредиты брать не будут. Вот умный человек не возьмет же, наверное, кредит, нет? Вот, вот, я не знаю, я брал кредиты и довольно часто брал кредит, на самом деле. Если грамотно с кредитом обойтись, ну, можно получить нормальные вещи вовремя и даже заработать на этих самых вещах непосредственно. Или облегчить свою работу в разы просто, да, взяв кредит. Ну, и получить опять же на этом деньги. Не-не-не-не-не-не-не, кредиты зло, вы че, нужно быдло, чтобы кнопку жать, там, все дела. Не, люди же-то обычно кредиты и ипотеки не берут. Как бы вся реформа школы во всем мире идет направление, что дети не должны знать ничего, они должны знать. Вот, потом, значит, есть... Ну, грято, знаешь, сколько ты переплачиваешь? Да, знаю, у меня вот, короче, документация полностью передо мной стоит, я знаю, сколько я переплачиваю, поверьте. И я знаю, что будет, если я там не заплачу. И я знаю, что, соответственно, будет, если я заплачу быстрее, да. Я все это прочитал, я все это видел. Да-да-да-да-да-да, представляете себе? Человек может взять кредит и при этом быть не, ну, быдлом, может взять ипотеку и не быть быдлом. Национное правительство, там, Англия и США, которым просто, ну, которым страшно, что здесь будут умные люди, потому что, ну, вот, потому что... Русские слишком. Ну, короче, все, конспирология пошла, мое почтение. Ну, потому что... Вы понимаете, да, там вот эти вот люди, да-да-да, там, конспирология, короче, рептилоиды, иллюминаты, им не нужно, чтобы вы были умными. Понятно, да. Вот. Потом, значит, пятое, это методологи и технократы всякие, это вот Паша расскажет про них. Да? Ужас. Вот, шестое, это бюрократы, это вот, которые бесконечная отчетность, какие-то там, повышение квалификации, ВПР, то-сё. Ну, бюрократов тоже не люблю. Да, они заваливают учителя, вот как я привел эту аналогию с комарами, что учитель вот ведет урок, а его кусают комары, да, со всех сторон. Вот, это вот, вот это как раз из бюрократии идет. Значит, семь цифровизаторы, причем... Цифровизаторы, да, ужас. Здесь, как бы, вот, казнокрады здесь даже не указан. Как бы, казнокрады, цифровизаторы, это просто казнокрады, которые специализируются на цифре. Но есть цифровизаторы идейные, которые, вот, цифры, это наше будущее. Мы должны только в прогресс идти. Вот такие, вот это наши очень большие враги. Значит, цифровизаторы и методологи, это одно и то же. А, ну, вот, тогда, значит, пятый, седьмой пункт, ты утверждаешь, что, в принципе, совпадают. Да, понятно. Что в чем проблема-то, понимаешь? Потом, восьмой пункт, псевдопатриоты. Псевдопатриоты считают, что в школе надо любить, ну, Родину, учить любить Родину. Вот на уроках, да? И, как бы, не собираются совершенно менять условия, что учитель, который должен научить любить Родину, получает 15 тысяч в месяц. Вот он, как бы, полностью, он в совершенном загоне, задавлен всем, да, но он должен научить, значит, Родину любить. Там, где и так, чего ты, в школу нашу 444-го пришло там сверху это предписание о том, что надо какие-то мероприятия патриотического толка. Да, ну, Родину, немножко не так. Пока еще не надо. Я замечу так, я лучше сдохну, чем вернусь в ту школу, которую хочет вернуть Алексей Саватеев. Лучше умереть, так скажем. Я лучше умру, чем позволю там своим будущим детям, если они у меня появятся, учиться в такой же школе, в какой учился я. Если я сделаю хоть что-то такое, что приведет к возвращению этой школы, я буду считать себя мразью и сволочью последней. Алексея Саватеева таковым не считаю, потому что он искренне хочет помочь и искренне хочет всего доброго и светлого. Наверное, он был каким-то там добрым ботаником, которого там, знаете, учителя на руках носили. А остальных там, короче, Шемеля, он этого не замечал, вероятно. Да, вероятно, он думает, что у него там все заслужено, он молодец, там бог и король и все дела. А вот все остальные, ну, вы поняли, как он там к людям, как к быдлу относится. Ну, вот быдло были, быдло по заслугам получило. И не важно, что учителя преподавали плохо. Меня-то они воспитали, великого такого Алексея Саватеева. Ну вот, а сейчас бы такого не воспитали, считает Алексей Саватеев. И в этом большая часть этих рассуждений. Что бы я вообще хотел для школы? На самом деле ничего, у меня нет никакого проекта для дальнейшего улучшения школы. Мне кажется, тот курс, по которому мы двигались последние 30 лет, приемлемым вполне. Мы избавились от многих тех недостатков, которые мне, например, были очевидны, и которые меня отбивали всякое желание учиться, которые делали меня хуже. Мы их не полностью истребили, но мы двигались в их истреблении. Мы как-то так обрезали, вот здесь власть учителей, что плохо на самом деле. Власть учителей – это плохо. Мы там, не знаю, увеличивали роль студента в образовании. Потому что студент сам решает, что ему нужно в образовании получить и баллы ВИГ на самом-то деле набрать. Потому что это его задача. Это вот его будущая судьба, которую он может сам предрешить дальше, да, и поступить в МГУ, в СПБГУ, там, в другие прекрасные вузы. Благодаря своим собственным усилиям. И сам, собственно, в общем-то все это задать. Прекрасные тоже инициативы. То, куда двигается образование, двигалось последние 30 лет, меня вот вполне устраивает. Я не предлагаю никакого нового проекта. Мне не нравится, что предлагает Саватеев. И дело не в том, что это просто инновационно там или не инновационно. Это просто лучше. Это психологически лучше. Это образовательно лучше. Лучше контролировать преподавателя. Да, с некоторыми вещами я согласен. Бюрократия бы поменьше, еще чего-нибудь там поменьше, зарплаты побольше. Это тоже неплохо было бы. Это я полностью за такие вещи. Но когда мы выступаем против развития преподавателя в интерактивной сфере, развития преподавателя, как там, не знаю, человека в интерактивности, вот эти все технологии, цифры. Когда мы хотим сказать, что, ну, преподаватель должен, короче, уга-буга, пи-пи-пупу стоять вот этой перед доской и вот, и все. Нет, преподаватель может отлично преподавать в интернете. И Алексей Саватеев отлично об этом знает и сам владеет методами этого преподавания. Что тоже парадоксально. Я бы сказал, оставьте образование в покое. Это тоже наши враги, вы не поверите, мы патриоты, но вот... Хватит искать врагов, хватит искать врагов, все хорошо, успокойтесь. Все двигалось в нужном направлении. Не мешайте, пожалуйста. Не нужно возвращаться к СССР, хватит заряжать воду перед телевизором, все дела. Все хорошо. Это вот наши враги, потому что это не патриотизм, это псевдопатриотизм, это издевательство. Полная профанация, да. Вот, дальше у нас есть враги в виде оптимизаторов. Вот это вот, там, эффективные менеджеры, оптимизаторы, которые везде ищут, как сэкономить, если у вас меньше учителей, меньше надо платить. Что они говорят? Вот идет урок истории, раз он не идет, надо учителю брать и деньги забрать. А куда запратить? А куда вы хотите забрать? Ну, конечно, нам, да. Куда еще деньги учителей забрать? Конечно, нам. Развитие МЭШ. Да, развитие МЭШ, да, в цифровое министерство вернуть, да. Ну, понятно, да, то есть вот это вот, как бы, категория лица. Потом есть элитарии, элитарии это просто, которые, я не буду называть фамилии, это совершенно конкретные имена президентской администрации, значит, которые просто считают, тупым народом легче управлять. Все, это их просто убеждение. Ну, как-то, мои беседы, мои переговоры, убеждения, что на самом деле это ничего подобного, что тут народом легче, конечно, управлять, но управлять не вы будете. Даже не надеетесь, да. Вы не надеетесь, им будут управлять не вы. Вот, значит, одиннадцать, этот смартфон-эголизм, ну, как бы сопровождаем, это отдельная просто наркомания, да, тотальная. Наркомания, да, тотальная, да. Детей, ну, еще просто сама лень детей, ну, это понятно всегда было, а сейчас вот это как бы, да, и этот смартфон-эголизм, он поощряется. На мой взгляд, Алексей Саватеев и его вот эту группировку образовательных фашистов надо всеми возможными способами, ну, не всеми возможными, всеми легальными способами останавливать. Они загубят образование, они вернут его в доисторическую эпоху, ну, в доисторическую советскую, простите, эпоху. И будем мы, короче, жить в аду. С самым, в кавычках, сильным образованием, которое за железным занавесом находилось, с самой совершенной наукой, в кавычках, тоже, которая тоже за железным занавесом, в которой было минимум открытий по сравнению со всем миром, безусловно, ведь мы же со всем миром, да, соревнуемся. Мы же против всего мирового образования выступаем, ну, вот и так же. Так же будет у нас и при Саватееве, при его гениальном образовании, когда мы пойдем совершенно другим руслом, нежели вот этот треклятый ужасный Запад. Отказаться, как он уже говорил, ну, мы же уже отказались от идеи всяких вот этих трансгендерных там феминизмов и лесбийств, да, вот этих вот. Откажемся еще и от образования, от этого западного ужасного, ну, классно, молодцы, идеальная аргументация. Там был того, где я смолвую компанию, естественно, вот. Ну, и, собственно говоря, вот этот 12 пункт, о чем... Самый главный враг образования, ну, не самый главный враг образования, конечно, но Саватеев один из врагов образования, я считаю. Все будет ухудшено. Я очень соболезную людям, если Саватеев добьется своих результатов. Мы говорили диктат родителей, права детей, какой-то полный бесправедный... Диктат родителей. Вот у нас 12 пунктов, это наша программа для работы, понимаете, да, у нас 25 лет, а может меньше. Ну, я считаю, что 10. 10. 10 лет, да? 10 лет и все. Ну, вот. Уйду от учителя. Все, да, вот-вот-вот, если мы за 10 лет сможем эту машину перевернуть, Да, вот, то мы молодцы, и все вообще молодцы, и Россия молодец. Если нет, то, да, всем пока, тогда... Тогда не знаю. Ужасно. Спасибо за внимание. Какой ужас, Господи! Какой же, Господи, все-таки это все ужас, ребята. Какой же все-таки это ужас. В общем, знаете, человек ничего не доказывает. Абсолютно уверен в своей позиции. Лицо абсолютно уверенного в себе человека. Никаких вообще сомнений в своих высказываниях. Причем его личный опыт, причем он всегда фигурирует, но всегда только, да, либо спекулирует, либо опирается на личный опыт. У него два способа аргументации. Больше ничего он не имеет. Ни одно из его высказываний не поддерживается сколь-нибудь там серьезными какими-то исследованиями. По крайней мере, он их не предоставляет и так далее, так далее, так далее. То есть никаких социологических обросов. Ничего. Его личное мнение по поводу данной ситуации. Все. Все, что его интересует. Причем он даже не понимает, что он и с чем сравнивает. Причем я даже не думаю, что можно какие-то социологические опросы провести, потому что, ну, соответственно, надо было бы переместиться в прошлое и провести опросы там информационные всякие, образовательные с теми самыми детьми, которые обучались тогда. Да, и сравнивать их с современными детьми по тем же самым критериям, что на самом деле, не знаю, по-моему, сложновато сейчас организовать. В общем, мой проект довольно прост. Саватеев, иди нафиг. Все оставь как есть. Не трогай, пожалуйста. Пока работает. Не надо. Не прикасайся к этому ни в коем случае. Ты и так все испортишь. Можно ли сделать лучше? Можно. Но пусть это делает не Саватеев и не его ребята, потому что его ребята явно очень примитивные в этом плане. Да, они пытаются, короче, вернуть образование назад в ту самую советскую яму, из которой мы еле-еле выбрались. Ну что, друзья, желаю вам удачи. Я очень надеюсь, что скоро, в общем-то, скоро ничего не изменится и Саватеев не добьется за 10 или 25 лет результатов. Потому что мне очень жалко будет ваших детей. Моих, не знаю, будут или нет. Моих тоже будет жалко, если будут. Тогда придется не отправлять детей в школу любой ценой. Если будет происходить то, что хочет делать Саватеев. Просто детей нельзя будет отправлять в школу, потому что там будет ад. Снова будет ад образовательный. Не хотелось бы этого. В общем-то, всем удачи, всем пока-пока. Всего самого хорошего и доброго. Да.